Отличительной особенностью ипотечного кредитования является обременение. Когда вы заключаете договор ипотечного кредитования, банк закрепляет обременение объекта недвижимости. Это значит, что заемщик не может совершать сделки по распоряжению приобретаемым жильем до того момента, пока не будет погашена вся сумма кредита перед банком. Основным нормативно-правовым актом, регулирующим этот процесс, является федеральный закон об ипотеке. Банк накладывает обременение после того, как заемщик приобретает жилье на кредитные средства. Основанием для этого является кредитный договор. Приобретаемый объект передается в залог банку в качестве обеспечения клиентам его финансовых обязательств на весь срок выплаты долга. Основной задачей заемщика для снятия обременения с недвижимости является полное погашение задолженности. После внесения последнего платежа по ипотечному кредиту заемщику необходимо обратиться в банк с заявлением, на основании которого будет выдана закладная с отметкой о погашении кредитных обязательств. Заемщикам, которые планируют проводить сделки с объектом недвижимости непосредственно после погашения ипотеки, следует учитывать, что максимально допустимый срок выдачи закладной составляет один календарный месяц, если в кредитном договоре не будет указано иное. Принимайте во внимание, что не каждый банк хранит закладную непосредственно в отделении, поэтому бывают ситуации, когда документ необходимо заказать и ждать его доставки. С 1 июля 2018 года вместе с другими поправками в федеральный закон об ипотеке вступили в силу и изменения, касающиеся электронных закладных. Таким образом, закладная может оформляться банком в электронном виде и в обязательном порядке передается на хранение в депозитарий. Обременение подлежит государственной регистрации, поэтому и для освобождения от него нужно обращаться в Росреестр. Это можно сделать в том числе и через МФЦ. Эта процедура регулируется действующим законодательством. Для снятия обременения заемщику понадобится один из документов, представленных на экране. Кроме того, заявителю необходимо подать копию кредитного договора, справку из банка об отсутствии задолженности, документы, подтверждающие право собственности, а также в случае подачи заявления совместно с сотрудником банка этот список может быть дополнен документом, подтверждающим его полномочия. Как правило, это доверенность. Если все обязательства по кредитному договору исполнены, отказать вам в проведении регистрационных действий не имеют права. Исключением из этого являются случаи, когда были предоставлены недостоверные сведения или неполный комплект документов, а также если были допущены ошибки при составлении заявления, либо в закладной отсутствуют отметки банка о том, что задолженность по кредиту полностью погашена. В таких случаях из Росреестра придет отказ в оказании услуги. После того, как Росреестр снимет обременение, вы получите соответствующую справку. После завершения всего комплекса процедур у вас есть возможность лично проверить, снято ли обременение. Это можно сделать путем обращения к сервису Росреестра, либо заказать выписку из единого государственного реестра недвижимости. Стоит отметить, что ряд банков предлагают упрощенную процедуру снятия обременения. Оно будет снято автоматически после погашения кредита.